Ну, вот на самом деле, вот какой он на самом деле, его можно заставить работать только тогда, когда у него есть какие-то обязанности, он всю жизнь работал на кого-то, и он никогда не работал на себя, и когда он, я не знаю, почему я сейчас плачу, больно, я просто устала. Ну, просто, в принципе, в прошлом, блин, я у меня две темы, я хочу их рассказать, и я перейду с одного на другого, давайте сейчас я вам расскажу про Вопу, а после этого я расскажу про, как я узала в прошлом году, и какая у меня была мотивация, и как в этом году всё происходит. Он никогда не работал на себя, и, в принципе, когда, ну, он там что-то делает такое, ну, то есть в основном он сидит с медлями, слушает музыку, листает ленту, и смотрит фильмы какие-то, и, ну, это прям 80, наверное, процентов дня он этим занимается. Со остальных 20 процентов он там пишет рассказы, пишет музыку, вот что-то такое. Лист, я так странно смотрю. Не скажу, что я лучше, чем он, то есть у меня просто, в принципе, энергии нету ничего делать. Я стараюсь там как-то взбодриться. Ну, я даже когда уже свои песни пою, у меня уже, блин, прикиньте, 12 штук сейчас есть, которые с аранжировками, там, я могу, в принципе, сейчас целый концерт устраивать. Я так мечтала об этом летом, чтобы я могла прям спеть все свои, там, чтобы хотя бы 12 песен, это уже, там, на какое-то время, а у меня тогда была только одна, там, 2-3 песни. Это было так мало и так быстро. Прикиньте, вот, женщине нельзя быть недовольной мужчине. Женщина должна верить мужчину, и мужчина как акции, то есть это мужчина, то есть когда ты выбираешь Теслу или акцию мужчину, Теслу или, там, Apple, то они уже взлетели. И дивиденды получают те девушки, которые были с ними вначале. А я сейчас постараюсь объяснить, боже, это такая сложная тема, потому что обычно, когда твой мужчина сидит на диване, хочет сказать, и посрать его, и сказать, какой он плохой, как он ничего не делает, вообще ты ничего не можешь. Но, на самом деле, нужно поддерживать и мотивировать мужчину. Ну, мы с Вовы довольно счастливо живем, и год назад жизнь в Ексеринбурге мне была очень плохо, на меня очень довели родители, и вообще вся обстановка, и я хотела отсюда свалить поскорее, и я свалила. Я уехала одна, мне было очень страшно. Даже вот сейчас я не могу вспомнить, насколько мне было страшно, и насколько я была мандражаем. Сейчас же, в принципе, Вова разглаживает все. Ну, то есть, не знаю, просто мне с ним хорошо, и ему со мной хорошо. Я, реально, это так, невероятно. 23 декабря прошлого года он меня разблокировал, и с этого как раз-таки все началось. С 23 февраля 2012 года я была у него в черном списке, и, с одной стороны, казалось, что это действительно будет когда-нибудь, что когда-нибудь мы будем вместе, но порой такое отчаяние было, что это уже не случится, и, в принципе, уже решила, что я достойна более кого-нибудь классного мужчину. Ну, в итоге все сложилось иначе, когда мы приехали, когда я приехала в Октябрь, увидела его, почему-то я поняла, что это именно тот человек, который мне нужен, да, он работал учителем. Можно сказать, мало зарабатывал, потому что на тот момент, когда я жила в Сочи, я тратила больше, чем он зарабатывал за месяц, и просто, ну, вы понимаете, с ним я плавненько с такси пересела на автобусы, ну, короче, вот, да, он очень старался для меня. Так странно, если что происходит, почему я плачу? Я не знаю, просто я очень искренне с вами. Довольно ленивый и без кнута, он особо ничего не хочет делать, как-то себя реализовывать, он очень какой-то вялый, и в основном просто, ну, не знаю, это очень странно для меня. В прошлом году у меня была жесткая мотивация, и с каждым днём пребывание в Екатеринбурге мне было очень плохо ментально, и я не находила себе места, мне было очень плохо. Я не понимала, в чем жизнь, смысл, и я хотела чего-то нового. Я понимала, что мне нужно что-то новое, и, знаете, бывали такие периоды, когда ты как будто бы просто застреваешь, и ты как будто бы вообще на одном месте топчешься. И в тот период это вообще что-то вот подобное у меня было, когда вообще ты не понимаешь, в принципе, что в чем ты сейчас, ну, какие у тебя тут, что тебя будет сейчас двигать хотя бы по чуть-чуть. Вообще ничего не двигало, и было реально такое ощущение. Я месяц целый там очень заваливала вопросов менеджеров, типа, какие там условия, что, как жить, какие там, что вообще как. И я очень боялась, и вообще мне было очень страшно. У меня был вот этот внутренний огонь, внутренняя неудовлетворенность своей жизни и желание что-то изменить. И благодаря этому я сделала этот сложный для меня шаг, но мотивация настолько сильная была, что мне было без разницы. В этом же году у меня уже весьма мотивация иссякла, я уже просто устала терпеть и ждать, пока он там что-то закончит, и это вообще просто дебилизм. Но вот он считает так. Девушкам приходится слушать своих мужчин, если они хотят быть вместе, потому что мужчина все-таки должен быть главным в семье. Хотя вот большая часть того, что Вова говорит, это вообще, ну, это... Он говорит так, я говорю, блин, не так, по-другому. В итоге, действительно, как я говорила, так и происходит. И просто эти видео просто... Я просто устала. Потом, когда буду монтировать это видео, буду смотреть и думать, ну, ебобоня вообще. Все же прекрасно уже, на самом деле, да, самое главное, это быть счастливым в жизни. Но порой реально вот так вот накатывает. Я вообще, я не хотела... Тут, знаете, у меня такой стоп, и я, короче, так вот... Я не хотела тут жить. У меня была сильная мотивация. И я просто сказала себе, что я уеду на месяц, дальше посмотрим. И я осталась там надолго. Я вообще не планировала возвращаться в Уссенбург. Я приехала на несколько дней, встретилась с Вовой, и он меня засосал обратно в Уссенбург. Я благодарю его за это, потому что, если бы не это, не было бы фострич. Меня бы не начали узнавать на улице, фотографироваться со мной на улице. Не было бы, наверное, такого хайпа. Я бы не разносила свои блокноты. Это тоже такие эмоции были. Действительно, я не заработала ничего. Я в минусе с блокнотов. А с мерчем вы можете его все еще приобрести, он все еще доступен. Но это такие эмоции были. Такие искренние. Подарки от подписчиков. Съемка в месте видео. Снимают под мои звуки, под мои песни. Это так приятно. Я нашла, наконец-таки, классного звукорежиссера, с которым мы делаем офигенные песни. Мы делаем их очень быстро и очень качественно. И я прям кайфую. Это для меня идеально. Просто я понимаю, что я уеду, и этого не будет. Я живу в Теренбурге, чтобы записывать песни. Чтобы ходить на мероприятия. И мне это давать какую-то жизненную энергию. И чтобы ходить и заниматься духовной практикой. Основное, в принципе, я могу где угодно делать. Ну и да, я могу в мероприятиях ходить где-то в другом месте. Духовными практиками. Но песни я не сделала в другом месте. Особенно за границей. Ну или сделала. Но это сколько будет стоить. Я так уже сколько денег потратила. Часто так все просто в деньги уходит. Хотя я в какой-то момент жизни вообще поняла, что это не самое главное. И бывают такие вещи в жизни происходят, которые ни одними деньгами их не окупишь. Что, и для тебя вот эта пачка денег вообще ничего не будет значить. С какими-то сложными действительно периодами в жизни. Я не знаю, что будет дальше. 14 декабря мы абсолютно ничего не решили. У нас нет ни билетов. Мы ничего просто. И... Я не знаю, тоже в какой-то я очень пассивный... То есть я ко всему просто привыкла. То есть я понимаю, вроде бы, что сейчас какая-то согнация идет. Как бы я просто ко всему привыкла. Но мне так лень что-то менять. Мне так лень что-то делать. Мне так пофиг. Я просто живу. И что еще надо? А ведь многие люди в таком состоянии живут постоянно. Это вера. Это желание чего-то другого. Она всегда нас двигает вперед. И это так круто на самом деле. Это круто чувствовать этот драйв. Чувствовать силы в себе. Честно. А сейчас, когда... Вова как маленький грудной ребенок просто на мне. И... Все, я должна решать. И наши поездки на Эльбрус в основном все решала я. Прокладывала маршруты, куда мы едем, что мы делаем. Мне было бы даже его страшно отпускать. Если бы я там поехала из другого города, мы там уже встретились. Был такой вариант. Так дешевле получалось. Но я понимала, блин, я вот, воу, как. Я его оставлю. Не сможет в аэропорту ничего. Ну, короче, ладно. Человек просто не хочет ничего. То есть он вроде хочет, но он просто как улитка. У меня уже просто нет никакой энергии. Там не выбирать никуда. В общем, когда мы приехали познакомиться, мы думали, почему-то, что мы поедем в Таиланд. Не знаю почему. Ну, потом уже начались сомнения. Мы вообще подумали, что нафиг нам на границе. Как бы мы тут не можем продвинуться. Поэтому поедем в Питер. То есть чтобы была городская среда и при этом Новый Город. Потому что для меня это было очень важно. Потом я такая, блин, уже в Екатеринбуре не холодает, в Питере тоже будет холодно. Давай-ка я не согласна на такое. Давай лучше поедем в Адлер. То есть это как бы самая теплая точка страны. Я жила ближе к Сочи. Адлер это ближе к аропорту, ближе к Альне. Давай поедем туда, чтобы там было тепло и там вроде есть фонструктура. Потом мы поняли, что нет, надо уезжать из России. Не знаю, насколько вот... Это очень сложно ментально. Когда ты уезжаешь куда-то, даже если ты этого очень хочешь. Вот реально сказать себе, типа, я уезжаю, не знаю, насколько, это же вообще просто. Это же вообще психика просто едет. В прошлом году я просто сказала, что еду на месяц, потом посмотрим. И сейчас, когда я смотрю на такую масштабную картину, что ехать за границей или ехать в Сочи, мне кажется, что ехать в Сочи это намного проще. Хотя в прошлом году мне казалось, что вау, я так далеко уезжаю. А сейчас я понимаю, что это наша страна и это хотя бы границы какие-то. Да, переезд это очень сложно. Но мне кажется, он дает, или отъезд, не знаю, назвать как хотите, он дает какой-то буст в твоей умышлении, в твоей жизни, взбадривает тебя. В прошлом году в Сочи вокруг меня были самые прекрасные люди. И сейчас я действительно скучаю. Когда я уезжала, я не скучала, я устала от этого всего. Сейчас я очень скучаю. Это время про побуждение вместе, тренировки, просмотр фильмов, кушали, общались. И это так было классно, искренне. И абсолютно ни с кем я сейчас не общаюсь. Но я так люблю каждого. Напишите кто-нибудь, кто смотрел это видео. Надеюсь, никто не смотрел. Было так классно и так искренне. И так много эмоций было. Намного больше, чем с того момента, как я приехала в Севернбург. За один месяц там буквально столько всего произошло. Потому что, не знаю, это был самый яркий месяц в моей жизни. Или даже несколько месяцев. И каждый месяц привносил в мою жизнь что-то новое. Мы развивались вместе. Мы учились в духовности. Мы прогрессировали. И, кстати, продолжаю прогрессировать. Действительно. Там у меня развитие пристановилось. И я сейчас все равно прогрессирую. Не вокруг людей. Хотя я поняла, насколько же мне этого не хватает. Я думала, Вова, мне в принципе хватит. Но в итоге нет. Я не знаю, что будет дальше. Никто не знает, что будет дальше. Но мы создаем с вами наше будущее. Нашу реальность. Поэтому не отчаиваемся, не плачем. Ну, можно поплакать, да, освободиться. Плохие эмоции все такое. Но идти дальше и следовать зову своего сердца. Чувствовать, что ты хочешь. Реализовывать себя. Чувствовать себя реализованным. Ребят, спасибо вам за просмотр. Я не знаю, в каком формате это будет видео. Это будет вместе с переездом. Или это будет отдельно. Я вообще сейчас не знаю. Но заходите в описание. Там есть очень много интересных ссылок. Ставьте лайки и подписывайтесь. И всем пока. С вами была Лена Нифонтова.